На окружности 20 красных, если красных больше, чем синих, то, конечно, какая-то одна красная, она будет в красную. Это я понимаю, но синих пусть будет много. Давай, например, 21. Ребята, тут проблема какая? Математическое решение никогда не должно звучать в режиме «спрашивайте, я вам докажу». Спрашивайте меня, я объясню, почему. Решение должно быть исчерпывающее. То есть оно не должно требовать комментария, во время которого вы будете давать еще пояснение, еще пояснение, еще пояснение. Вы можете с самого начала рассказать решение, так, чтобы я все понял, без того, чтобы я был выглядел. Нарисовать все варианты невозможно. Нарисовать один вариант, в смысле? Вся идея именно в том, что вы должны перебрать все варианты какой-то одной или несколькими логичными конструкциями. Потому что в задаче не сказано, сколько в точности фишек, поэтому, строго говоря, вы даже не можете нарисовать картинку, вы не знаете, сколько их штук. У нас в работе каждая красная стоит синяя. Рядом с этой синей соответствует только красная. Чтобы синие не стояли рядом. Да. Да. Тогда рядом с этой красной стоит синяя. Пропротив. Да, конечно. Рядом с этой красной стоит еще одна синяя. То есть красная и синие, они чередуют. Почему красная и синие чередуются? Потому что вы здесь можете пройти дальше. Там написано, что никакие синие не стоят рядом. То есть вы можете дальше пройти, написать красную. Пойти сюда, написать синюю. Пойти дальше сюда, написать красную. Опять написать синюю. Да, согласен. Действительно, таким образом мы пойдем, пойдем, пойдем. И процесс будет идти без остановки. И так, у нас есть только красный, синий, красный, синий и так далее. Да, конечно. Красный, красный, синий, соответствует тоже 20. Да. Что? Ну, все. Что все? Можно или нет? Можно, даже говорю. О! Ребята, а вот это замечательное. Фактически решили, сделав фактически всю работу. Он, не свой единственный, вот этот последний пример. Он все сделал, но не проверил эту свою конструкцию. То есть он доказал, что красный будет ровно столько, сколько синий. Отлично. Значит, сколько фишек всего? Всего 40. 40. А вот дальше секунду, посмотрите, что это будет означать. Да. Если красный будет синий, то не иначе, а в 200 градусов должно быть еще. Если просто рисовать сорокаугольник и отметить, то получать 2 синий. Если рисовать сорокаугольник, то смотрите, какая будет история. Красный, синий, красный, синий, красный, синий. Так 20 раз с одной стороны. А с другой стороны что будет? Смотрите картинку. Правильно говорите, что у вас будет сорокаугольник. Все замечательно. Вот они, вот они обреточены. Красный, синий. Красный, синий. Таких блоков действительно будет 20 штук. Замечательно. Мы отсчитали 10 таких блоков. Замечательно. На что это закончится? Красный, синий. Итак, два, 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 двадцать точек. Отлично. Вот это точек номер один, это номер два. Это точек номер три, это номер четыре. Всего здесь точек у нас двадцать. Значит, вот это красный, а где с каким номером? Будет номер 19. А для синий будет коньер. С номером 20. Отлично. А напротив красный, какая-то точка? Двадцать первая. Постойте, у нас же. Напротив первой. А. Расположено в сорокаугольнике двадцать первая. И значит, вот они две точки на протяжении. Первая и двадцать первая. То есть, все было бы замечательно, если бы в сорокаугольнике они бы не встали строго напротив друг друга. Эти самые две красные точки. Идея понятна? Все. Значит, ответ все-таки какой? Двадцать первая. Двадцать первая. Двадцать первая. Продолжение следует...